Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте! Угрожал расправой жене и дочери. В хойниках сотрудники милиции задержали дебошира, который пошел на близких с ножом и топором. Когда милиционеры приехали в дом скандалиста, то с ним пришлось вести долгие переговоры. Рассерженный находился в гостиной, а его жена и дочь закрылись в спальне. Мужчина явно был не в себе, он даже угрожал сотрудникам милиции. Но в ходе длительных переговоров те все же сумели уговорить его сложить оружие и доставили дебошира в райотдел для разбирательства. Хойницким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования и его законной деятельности. Редко, но метко. Очередная проверка ГАИ стала результативной. Инспекторы выявили в Светлогорском районе нелегальную перевозку дизельного топлива. Дело было в Сосновом Бару. На одной из улиц поселка экипаж спецподразделения «Молния» остановил водителя автомобиля «Фольксваген Кэдди». Помимо прочего, в багажном отделении машины находились и канистры с соляркой, документов на которые у владельца не оказалось. Топлива было почти полтонны. Сотрудниками межрайонного отделения оперативного реагирования и розыска еженедельно проводятся рейдовые мероприятия. В рамках последнего был выявлен факт перевозки незаконной 450 литров дизельного топлива. Топливо изъято, проводится проверка. Проскочить или не проскочить – вот в чем вопрос. Водитель грузового автомобиля МАЗ не угадал. В Гомеле он проехал на красный сигнал светофора и совершил ДТП. Это произошло на пересечении улиц Сверидова и Крупской. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем «Мерседес». От удара машину отбросило вначале в сторону, а затем на пешеходную зону. Люди на тротуаре не пострадали, но водитель иномарки был госпитализирован. А в Калинковичах водитель грузовика наехал на ребенка. Десятилетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, но от наезда многотонной машины это его не спасло. Юного пешехода доставили в травматологическое отделение районной больницы. В обстоятельствах наезда разбирается ГАИ. В связи с сложными погодными условиями хочется еще раз напомнить водителям о необходимости соблюдения скоростных режимов, также соблюдения дистанции между автомобилями, а также при пресечении пешеходных переходов соблюдать бдительность и внимательность. И это вся информация к этому часу. С вами был Руслан Габрилев. До свидания.